Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать события, влияющие на динамику тех активов, которыми мы спекулируем. Напоминаю, друзья, что поскольку сегодня понедельник, в 16.30 состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы разбираем фундаментальные события недели минувшей, смотрим, как они отыгрались, повлияли ли на те цели, которые мы поставили. Делаем прогнозы о том, как этот фундамент, как наследие, будет сказываться на динамике активов дальше, смотрим на отчеты текущей недели и подбиваем в связи с этим целевые ориентиры. В общем, если вам интересен фундамент, друзья, я надеюсь, что вы сможете найти сегодня время, чтобы присоединиться к прямому эфиру. Ну а теперь давайте быстренько пробежимся по традиционным для нашего брифинга активам, посмотрим, что с ними произошло за последнюю торговую сессию прошлой недели, за пятницу. Нефть у нас 66,60, это текущие котировки. Напоминаю, что нефтянка по-прежнему для нас интересна только с точки зрения покупок. Мы сейчас не уходим в прогнозы Международного энергетического агентства, которые ставят на то, что рост активности американских производителей создаст просто беспрецедентное предложение, это приведет к перепроизводству и так далее. Конечно же, это негативный момент для нефтянки, но пока что еще рано уходить настолько вперед. У нас есть то, чем можно пользоваться в моменте. Это событие на Ближнем Востоке. Я уже отчасти даже устал говорить об этом факторе, но очень важный фон. Мы следим за тем, как обстоят дела в отношении США и Ирана, и мы, в принципе, следим за тем, что делает Иран. Они уже превысили лимит обогащения урана, пригрозили, что если санкции со стороны США останутся в селе, будут наращивать производство, и, кто знает, может быть, очень скоро мы увидим уровень, который будет сопоставим с оружием. Поэтому, друзья, ближневосточный фактор, про него не забывайте. Я думаю, что новости, какие-то комментарии по этим событиям, они априори должны отразиться через поддержку на котировке черного золота. Также у нас есть еще и решение ОПЕК, страны ОПЕК продлить действие аналитического пакта на 9 месяцев. Тоже, вроде бы, пока реакции не последовало, но будем надеяться, что впоследствии этот фонд также еще даст о себе знать. Ну и на прошлой неделе, друзья, у нас данные по запасам нефти в США. Мы отыгрывали эту статистику, потому что был локальный форс-мажор, он связан с штормом в Мексиканском заливе, в результате которого ряд нефтебывающих платформ приостановили свою работу, сотрудники были эвакуированы. Поэтому по совокупному производству минус 1 миллион баррелей. Много, в принципе, это сказывается логичным образом на том, что сейчас будут сокращаться внутренние запасы. Мы будем наблюдать статистику со знаком минус, это фактор поддержки, поскольку шторм, он повлиял на работу, скажем, не только в моменте, но и на перспективу как минимум двух ближайших недель, поскольку потребуется время, чтобы снова задействовать имеющиеся производственные мощности, чтобы снова восстановить работу нефтяной инфраструктуры. Поэтому в ближайшие 2-3 недели, я думаю, что у нас есть практически стопроцентная вероятность того, что мы на этом фоне, на шторме еще поработаем с данными по снижению запасов. И это, разумеется, также фон в поддержку цен на нефть. Ориентиром остается прежняя планка 70 долларов за баррель. Не забывайте, что в поддержку нефти сейчас выступает еще и слабость доллара после выступления. И доклада Джерома Паула в Конгрессе на прошлой неделе. На этой ноте предлагаю перейти к доллару японской иене 108.05 сейчас котировки. Я предлагаю сделку с LIMIT с уровня 108.20. В частности, на этой неделе мы ждем еще несколько отчетов по Штатам. Но думаю, что уже, в принципе, с решением все понятно. Вопрос только в том, как быстро сейчас трейдеры начнут закладываться под снижение. Хотя бы на 25 базисных пунктов ставки в конце этого месяца на заседании 30-31 июля. Поэтому не обращайте внимания, что немного обнадежили данные по инфляции на прошлой неделе. Не меняет целым эту общую картину. И, в принципе, Джером Паула, мнение которого нас должно интересовать, уже отметил, что ФРС снизит процентную ставку. Потому что ФРС, адаптивный регион, работает с публикуемой статистикой, с выходящими макроэкономическими данными. И на основании этого принимает конкретные решения. То есть адаптивность Федрезерва, она как раз указывает на то, что ставки неуклонно будут сейчас снижаться. Золото 1311 долларов за тройскую унцию я рекомендовал, друзья, покупать. Надеюсь, что вы прислушались к моей позиции. Дальше будет рост, уверен, и в конце этого месяца, и в следующем. Потому что золото будет поддерживать слабый доллар. А если еще и что-то с геополитикой опять закрутится, то фактором поддержки золота выступит еще свойство его, как защитного актива, выиграющего каждый раз, когда новостной фон явно ухудшается. Австралийцы против доллара 0,7029. Друзья, на этой неделе у нас данные по рынку труда. Очень важный отчет, потому что Резервный банк Австралии четко дал нам понять, что сейчас цель снизить уровень безработицы. Чтобы добиться этой цели, нужно сейчас улучшать условия в рынке, скажем, в секторе промышленности, в сфере услуг. То есть создавать условия для роста новых рабочих мест. Это возможно сделать только посредством снижения процентных ставок, чтобы делать кредитные средства, скажем, дешевле. Создавать возможности для роста ликвидности на внутреннем рынке. Поэтому, если данные по рынку труда, в принципе, снова разочаруют, я считаю, что показатель 5,2% по безработице – это разочарование. Цель ведь Резервного банка Австралии 4,5% станет ясно, что Резервный банк Австралии фактически будет вынужден снова, уже на следующем заседании снизить процентную ставку. Я думаю, что об этом мы узнаем подробнее уже завтра, когда выйдут протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии. Делаем ставку на то, что протоколы укажут на сохранение ультрамягкого тона. Поэтому, даже несмотря на то, что сейчас пара Австралии против доллара находится на отметке 0,7029, сохраняем, друзья, короткие позиции и, в принципе, продаем. Доллар-канданец 1,3030 – очень важная неделя. Удержимся ли выше планки 1,30, либо пойдем ниже. Если поддержка выстоит, то будем строить уже снова идеи, которые будут предполагать роста этого дуэта валютных активов. Если же планка пойдет, друзья, то придется смириться на текущем этапе и у покупателей канадского доллара больше шансов сохранить локальное лидерство. Очень многое будет зависеть от данных по инфляции в эту среду. По ожиданиям базовая инфляция вырастет до 2,6% со 2,1%. Если ожидания оправдаются, да, я признаю, что канадец получит мощную поддержку. Евро против доллара. Предлагаю сделку, друзья, селлимит с уровня 1,1290. Мы в пятницу получили еще один слабый отчет по промышленному производству. Еврозона минус 0,5% в годовом выражении. Этот отчет также дополнительный аргумент в пользу неизбежного смягчения экономической политики. Завтра у нас зью бизнес-оптимизм. В среду данные по инфляции. По ожиданиям мы увидим цифры с 0,8% с 1,5%. Точнее с 1,1% это серьезное снижение. И если ожидания оправдаются, если статистика действительно разочарует, то ждем снижения процентных ставок в сентябре и ждем детали относительно программы количественного смягчения. В общем, друзья, не обращайте внимания на то, что локально евро растет. Если вас интересует фундамент на средний долгосрок, евро нужно продавать. Фонд против доллара 1,2565. Соответственно, пока что ничего нового сказать не могу. Риск основной остается. Это риск жесткого брекзита. При жестком брекзите ставки будут снижаться до нулевой отметки. Но это разговоры будущего. Пока что, друзья, я сделку также не рекомендую. Мы сделали цель еще больше недели назад на уровне 1,25. Пока я не вижу хороших уровней для того, чтобы продать фунт. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.